Всем привет, друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня я хотел бы показать вам довольно-таки интересный бой на Объекте 780. Но в последнее время много сражений хороших на данном танке. Ну и пока он всё-таки довольно новый, я думаю, имеет смысл показать ещё один хороший бой. Ну и также рекомендую вам подключить набор ретро-волны. Это уникальный набор, которого вы больше никогда нигде не получите. Тут, во-первых, уникальный 2D стиль, зелёный такой кислотный для любителей, в общем-то, таких вот цветов. Далее у нас тут довольно-таки неплохие прем-танки из 3 с механизмом заряжания, Скорпион-Джи. Раньше такие танки вообще фиг достанешь, а сейчас, в принципе, доступно для всех. Также СУ-100-Y, Кромвель-Б, Х5-Опыта, Шоколад для немцев. Также декали, разнообразные большие день према, всякие учебные, в общем-то, пособия для экипажа. В общем, набор очень крупный, всего 100 рублей, ссылка в описании. Всем привет, друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня поиграем на сайте WorldHub в игру Crash. Найти эту игру можно, соответственно, вот кнопочка наверху, легко, в общем-то, найти. Так, первая игра у меня не особо, в общем-то, удачная. 1,5 коэффициент как-то маловато. Давайте заберем, вовремя я забрал. Практически перед самым концом. Ну вот, отыгрался. Теперь надо заработать что-нибудь. Так, ну что-то неубедительно пока что. 4 тысячи сразу ставлю. Хочу выиграть все-таки сегодня. Только не в самом начале, пожалуйста. Давайте заберу, что-то страшное как-то. 3200 золота тоже неплохо. Ну да, сейчас самый верх полетел. Есть у меня для вас промо-код, который даст вам 50 золота. Сможете его использовать. Вот он, соответственно. Да, 50 золота не так много, но можно, во-первых, поиграть чуть-чуть. Во-вторых, все-таки... Ну, есть шанс значительно увеличить количество голды. Давайте забираю 52680 золота тоже на дороге не выдаются. Я думаю, на сегодня все. Ссылка на сайт в описании. Там же мой промо-код для пополнения счета, который дает бонус. И, друзья, хочу вам, в общем-то, посоветовать написать комментарий под видео после просмотра, конечно же. Напишите то, что думаете, и укажите свой игровой ник, и вы сможете поучаствовать в розыгрыше золота. А сегодня я хотел бы обсудить весьма важную тему, а именно, какие могут быть проблемы у World of Tanks, по крайней мере, в России. Понятно, что в других странах, скорее всего, World of Tanks будет существовать еще очень долго, пока, по крайней мере, приносит проект доходы. Но вот насчет российских серверов у меня есть некоторые, в общем-то, опасения. Да, кто-то скажет, что уже, в принципе, все устаканилось, все нормально, ничего, соответственно, не грозит Ру-региону. Он, соответственно, является флагманом. И смысл убивать курицу, которая несет золотые яйца. Ну, все как бы так, но не совсем. Вообще, мы как бы не знаем будущего и те события, которые произошли в 2020 году, а именно этот чокнутый вирус. Также и вот эти события, которые произошли в этом году. Я думаю, вы отлично понимаете, что такое не бывает раз там, не знаю, даже в десятилетии. Это события, которые происходят довольно редко. То есть это что-то феноменальное, чтобы за три года произошли события, которые на самом деле влияют на сотни миллионов людей, а то на миллиарды на самом деле. Но я в политику не лезу, и мы в данном случае обсуждаем, в общем-то, проект World of Tanks. И недавно Wargaming закрыл впервые свои сервера в Ру-регионе в своем проекте. Это у нас, правда, самолеты, и кто-то скажет, что самолеты уже все, давным-давно уже было понятно, что их пора было бы закрывать. Хотя некоторые люди играли. Но, соответственно, я считаю, что в любом случае это проект официальный Wargaming, который, кстати, действительно провалился. Wargaming до последнего пытался, ну, в общем-то, держать марку и пытался как-то оживить этот проект. Вкладывали в него и в деньги, и в раскрутку, и новые идеи пытались туда добавить. Но проект не ожил. Мертворожденный, в общем-то, хотя, конечно, я знаю, что есть фанаты у самолётов, немногочисленные. Может быть, проект недооценённый в какой-то степени, но имеем то, что имеем. Онлайн сейчас там, в общем-то, очень маленький, и Wargaming просто взял и закрыл сервера. При этом, что удивительно, не все сервера, насколько я понял, европейские сервера по самолётам будут дальше работать. А вот Ru-регион беспощадно уничтожили. Из-за этого следует, что в случае чего, если события в мире будут развиваться по наихудшему сценарию, а это продолжение разнообразных конфликтов и, в общем-то, определённые там всякие санкции и всё такое. Не буду, в общем-то, вдаваться в подробности. Я думаю, вы и так всё отлично понимаете. Wargaming может просто взять в определённые моменты и подумать, блин, ну, это уже становится рисково. Да, как бы мы там взяли и как бы отдали проект лести, и якобы мы деньги не получаем, но очевидно, что через офшоры, ну, лично моё мнение оценочное, может быть, я не прав, но понятно лично мне, что через офшоры деньги идут туда, куда нужно, именно правообладателю. А то, что там они якобы ушли из России, это всё лапша, не знаю кому, кто в это может вообще поверить. Но, соответственно, в определённый момент, если что, Wargaming, так как они явно сейчас, ну, показали, что вот мы европейская компания, вот мы будем там строить офисы там в Польше и в других, соответственно, городах. И, соответственно, они говорят о том, что вот для нас теперь Китай там, Европа, ну, важнее по развитию. И, в принципе, если что, если прям совсем будет всё плохо и проект там, не знаю, может быть и будет приносить деньги, но будет очень серьёзные убытки репутационные компании делать, то вполне могут просто взять и сказать, ну, извините, как бы вот закроем RU-регион, может быть, там предложат игрокам перенос на европейские сервера. Типа, всё, мы как бы теперь базируемся в Европе и все сервера в Европу будут перенесены. Кто хочет, пускай играет. Сейчас, конечно, это кажется всё как полный бред и ничего такого не будет, кто-то скажет, но ещё в прошлом году те события, которые сейчас происходят, никто их даже вообще, ну, не мог представить, только, может быть, некоторые эксперты в политике, там, в геополитике и в военной области, они, в общем-то, такое могли предсказывать некоторые, в общем-то, но обычные люди такого, естественно, предсказать не могли. И то, что будет дальше, непонятно. И это отражается на всех, соответственно, степенях, в общем-то, нашей жизни, включая даже вот развлечения, а именно World of Tanks. Поэтому, кто считает, что, в общем-то, проект World of Tanks обезопасен на 100%, и теперь Лесто Студио, типа, вот, получает якобы весь доход, и теперь именно в РУ-регионе своя движуха будет, ну, не знаю, не знаю, лично я считаю, что все может поменяться в одночасье. И вот эта вся лапша на уши, то, что теперь, соответственно, World of Tanks, как бы, отдельно в России, и, соответственно, Лесто, серверами управляет, это все лапша для совсем, ну, людей неумных, скажем так, мягко, скажем, без серьезных оскорблений. Потому что очевидно то, что, ну, World of Tanks, как бы, был проектом Wargaming, и такая он останется, и, соответственно, Wargaming будет получать основную прибыль из России. И, опять-таки, это мое мнение. Ну, если что, они отсюда дернут, вы даже не успеете ничего сделать, зайдете просто в игру в определенный момент, и сервера не будут работать. И это вполне вероятно. Так что стоит задуматься о том, стоит ли вообще, ну, сильно, там, задротить, или, там, донатить. То есть я лично считаю, что если вы вкладываете в какой-то проект реальные деньги, то всегда нужно думать вот так вот, что вы выкидываете их, вот вы каждый, там, не знаю, вложили рубль, 100 рублей, 500 рублей, 1000 рублей, вы их выкинули, все, вы что-то получили, конечно, взамен, там, может быть, развлечения и так далее. Но все, этих денег больше нету. То есть вы, например, вложили в игру 100 тысяч рублей, считаете, что их больше нету. Так что, такие вот дела, друзья, но это действительно правда, это не только с World of Tanks, но с World of Tanks это вдвойне, потому что, как я уже сказал, сервера вполне в ру-регионе могут закрыться. И своей причиной я объяснил, ну, именно мои, в общем-то, опасения, почему это может произойти из-за геополитики, из-за того, что, соответственно, творится в мире. Да, World of Tanks, может быть, будет, но в ру-регионе не будет этой игры. Такое, я лично считаю, вполне возможным развитием событий. Ну, не сейчас, конечно, сейчас это звучит странно, но через год-два, я не говорю, что это может 100% произойти, то есть, что это точно произойдет. Я говорю о том, что риски такие есть, и их нужно учитывать, их нужно понимать. Такие вот дела, друзья. Ну, напишите в комментариях, может быть, вы считаете по-другому, может быть, считаете, что, соответственно, проекту уже больше ничего не угрожает. И, в общем-то, на этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Желаю вам всего хорошего, удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok